Присаживайтесь, драгоценные! И в Евангелии описан такой момент, когда Христос пришел в родной город, многие люди не приняли слова от Него, не приняли по причине того, что они опирались на Его прошлое. Они знали Его детство, они знали Его родственников, и они не приняли слова Его. И знаете, в этой истории есть печальный итог. Евангелист говорит, что лишь немногие получили исцеление. Лишь немногие получили исцеление. Я верю в то, что Божье Слово способно исцелять. Если вы верите, скажите, пожалуйста, аминь. Я верю, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Поэтому открывай сегодня свое сердце. Открывай для Духа Святого, для Его Слова. Потому что Его Слово, оно способно исцелять. И сегодня будет звучать очень важный посыл практического Евангелия. Тема Слова сегодня, что губит церковь. И мы будем размышлять с вами над этим вопросом. И мы получим ответы. И эти ответы, они способны исцелить твое сердце. Скажите, пожалуйста, аминь на это. Я верю в это. Я верю, что Бог исцеляющий Бог. Аминь. Итак, что губит церковь сегодня? Знаете, размышляя над этим вопросом, я пришел к такому заключению, что это Слово, оно актуально не только для церковных людей. Быть может быть, ты сегодня смотришь нас в прямом эфире. Или находишься здесь, человек, который пришел первый раз. И можешь подумать и сказать, зачем мне это? Мне не важно, что губит церковь. Но я хочу тебе сказать сегодня, что это Слово, размышляя над которым я находился, оно актуально в жизни каждого верующего человека. Сегодня, выйдя на улицу, мы можем задать вопрос, вы верите в Бога? 90% тебе ответят, да, я верю. Я верю в душе. Любимый ответ людей. Я верю в душе. Я верю по-своему. Вы, наверное, слышали банальные такие, да, ответы. Я верю в душе. Я верю по-своему. Так вот, знай. Это Слово для каждого верующего. И церковного человека, и для того, кто верит в душе. Более того, может быть, ты вообще не веришь сегодня в Бога. И ты можешь сказать, зачем мне это? Зачем мне сегодня размышлять над этим вопросом? Подожди, не переключай. Послушай, я верю в практическое Евангелие. И Слово Божье, оно живо и действенно, и актуально для каждого человека. И те принципы, которые мы будем сегодня разбирать, они актуальны в жизни каждого человека. И ты можешь сегодня получить ответ на простой вопрос, что губит или что может губительно отразиться на моей жизни. Потому что принципы Божьего Слова, они актуальны для жизни каждого человека на этой земле. Церковь, скажите, пожалуйста, аминь на этом. И давайте воздадим Ему славу за Слово Его. За то, что Слово Его живо и действенно. За то, что Слово Его актуально для каждого человека на этой земле. Потому что каждого человека, грешника, праведника, он сотворил по своему образу и подобию. Он заложил основы Слова Своего в жизнь каждого человека. А знаешь почему? Потому что Бог все живое сотворил Словом Своим. Давайте скажем аминь на это и воздадим Ему славу. Итак, что губит Церковь? И первое, что я увидел, это посредственность или дилетантство. Посредственность или дилетантство. Посредственность озабочена всегда тем, как бы убить время. Талант же, как бы время использовать. Кто такой дилетант? Определение. Дилетант это любитель. Это тот, кто занимается чем-либо без специальной подготовки. Обладает только поверхностными знаниями. Антоним этого слова профессионал. Посредственность или дилетантство в служении, в церкви. Оно может губительно отразиться на жизни самой церкви. Я не говорю о том, что это уничтожит церковь. Потому что Христос сам сказал, что ничто не уничтожит церковь мою. Никакие врата ада не одолеют ее. Моя церковь была, есть и будет. И вся церковь да скажет аминь. Но есть вещи, которые губительно отражаются на жизни церкви. Например, посредственность или дилетантство в служении, которым и взяли на себя сегодня ответственность. Допустим, возьмем прославление. Ничего личного, братья. Спасибо вам за ваш труд и талант. Лично я верю в то, что посредственность или дилетантство в служении, в прославлении, оно может губительно отразиться на самом служении. Аминь, уже не такой аминь, насторожились левиты. Песни Богу. Мы поем сегодня хвалу Богу. Хвалы. Псалмы. Мы так сегодня это назвали на утреннем общении. И это очень важное служение. И если брать служение, прославление, пусть наша хвала, пусть то служение, или может быть ты играешь сегодня на инструменте, или может быть ты занимаешься вокалом, не пренебрегая этим служением. Пусть твое служение не будет дилетантским, потому что наш Бог этого не заслуживает. Наш Бог заслуживает лучшего. Это можно отнести к любому служению в церкви. Может быть ты убираешь зал, моешь полы. Пусть это не будет в твоей жизни абы-кабы. Знай, что твое служение, оно важно. Пусть оно не будет поверхностным. Имей посвящение в том малом, что Бог тебе сегодня доверил. Священники. Это более серьезное обращение. Обращаюсь сейчас к священникам. Вы взяли на себя большую ответственность. И я в том числе. И пусть то, за что вы сегодня взяли, не будет поверхностным в вашей жизни. Не будет любительским. Вы сегодня несете ответственность за жизни людей. Кстати, хочу обратиться вот ко всему залу, ко всем, кто смотрит в эфире. Есть здесь священники? Кто знает хорошо Писание, сказал, мы все священники. И это так. Потому что Слово Божие говорит, вы и род избранный. Царственное священство. Народ святой. Люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованный, а ныне помилованный. Послание Петра, 2 глава, 9-10 стих я сейчас читал. Это касается не только к прославлению. Это касается к жизни каждого верующего человека. И Божье Слово говорит, проклят всяк, кто дело Господне делает небрежно. Бог пророчествует через пророка Еремея в 48 главе, в 10 стихе. Проклят всяк. Порой люди сами себя ввергают в зону проклятия, потому что... Что такое проклятие? Немного об этом. То есть это не значит, что гром среди ясного неба, и вот тебя поразит или еще что-то. Поймите, я не пытаюсь запугать. Я просто хочу сказать, что проклятие это бывает какая-то полоса неудач в твоей жизни, неустройство в твоей жизни, потому что ты сам встал на эту полосу своим пренебрежением, своим поверхностным отношением к тому важному, что Бог тебе доверил в жизни. Не вставай на этот путь. Халатность в служении, в церкви, в работе с людьми, в деловых соглашениях. Я говорю, что слово актуально не только для церковных людей. Может быть, ты сегодня успешный бизнесмен, и тебя все устраивает в жизни. И может быть, ты случайно смотришь нас в прямом эфире. Так, ради любопытства. Может быть, ты сюда пришел ради любопытства. Может быть, кто-то тебя пригласил. Знай, халатность в работе с людьми, в деловых соглашениях, она может губительно отразиться в твоей жизни. Пренебрежение человеческим доверием. Люди доверяют тебе. И ты можешь оправдать доверие людей, а можешь его не оправдать. Мы воспитывались, ну мы, я имею в виду те, кому 30 плюс, как минимум, как минимум 30 плюс, на постсоветском пространстве воспитывались. Лично мое детство было такое. На сказках. Знаете, помните, да, наверное? Сказки про Иванушку-дурачка, про Емелю. И вот весь смысл, вся суть этих сказках. Будь бездельником. Будь бездельником, и у тебя все равно все будет. И полцарства, и царица в придачу. Все у тебя будет. Лежи на печи, поймаешь свою щуку, поймаешь свою жар-птицу, золотую рыбку, еще кого-то. Но все у тебя будет. Мы воспитывались на таком, вот на таких вот, не знаю, фундаментальных сказках, да, в кавычках. Я воспитывался лично. Я помню, у меня была толстая, большая книга, руссконародные сказки. Я так любил. Перечитал все. И золотую рыбку, и по щучьему велению, и конек-горбунек. Все перечитал. Я был восхищен. С большими картинками, с цветными. Я больше всего любил эту книгу, потому что я понимал, что можно ничего не делать, и все у тебя будет. Так вот, потребительское отношение порой к церкви, к жизни в целом. Не будь сегодня тем человеком, который вот делает в своей жизни все спустя рукава, который ничего не делает, является бездельником и думает, что у него все будет. Это ложь. Это ложь. Это ложь. Божье слово говорит нам. Божье слово отвечает нам следующее. Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божью. Все, и в контексте этого текста, и по существу, и по смыслу, все делайте во славу Божью. Из чего я начал? Что наш Бог, Он достоин самого лучшего, самого лучшего прославления, самого чистого зала. Наш Бог достоин лучшего. Если ты занимаешься строительством, не пренебрегай тем доверием, которые люди тебе сегодня оказали. Пусть после твоей работы, может быть, ты плитку кладешь, обои клеишь, штукатуришь, пусть после твоей работы люди прославляют Господа, как тут написано. Все делайте во славу Божью. Пусть они не хватаются за голову и не думают, кого бы нанять другого, чтобы переделать твою работу. В другом месте апостол Павел говорит, в усердии не ослабевайте. Послание к римлянам. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте, Господу служите. Так вот, там слово он взял такое интересное, усердие. И я хочу тебе сказать, служение без усердия не может быть. Применяй усердие. Если ты ложишь плитку, если ты делаешь ремонт, пусть люди потом восхищаются твоей работой. А для этого нужен профессионализм, для этого нужно усердие. Если ты занимаешься ремонтом машин, пусть люди потом не берутся за голову и не думают, что же там произошло, куда поехать, какой сервис, чтобы переделать. Делай все во славу Божью, с усердием, оправдывай то доверие, которое люди тебе оказывают в жизни. Этому призывает нас Слово Божие. В другом месте послания к колоссянам апостол Павел говорит, все, что делаете, делайте от души. Одно из моих любимых мест священного писания. Как для Господа, а не для человека. И дальше, знаем, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Иисусу Христу. Вы получите наследие. Его Слово обещает нам, что мы получим наследие. Кто ожидает от Него наследия? Не все, да, я смотрю. Я ожидаю наследие. И самое большое мое наследие не получить что-то здесь, в этой жизни. Самое большое мое наследие это получить жизнь вечную. Не опозориться, когда я приду к Нему, чтобы мне было не стыдно, обратившись к Нему за прожитые дни здесь, на земле. Поэтому все делайте в своей жизни во славу Божью. Скажите, пожалуйста, аминь на это. И давайте воздадим Ему славу. Итог, пункт номер один. Блин, не получилось, ну и ладно. Порой так люди думают. В церкви еще где-то. Ну, не получилось, и ладно. Пойду на другую работу. С этой уволюсь, устроюсь на другую. Ну, не получилось, и ладно. Начальник не прав, я прав. Пойду в другую церковь. Здесь вот не получилось у меня в служении. Пойду в другую. В другое служение, в другую церковь, на другую работу, другим бизнесом займусь. Ну, подумаешь, там, меня ругают, подумаешь, там, облажался, ну, подумаешь, пойду туда, пойду сюда, и вот такие вот перебежчики во Христе Иисусе, пусть не будет такого в нашей жизни, выход, учись, развивайся, делай все на высшем уровне, прикладывай все свои усилия, и помни, что наш труд, Его Слово говорит, не тщетен перед Богом, наш труд не тщетен, Бог видит твое служение, от Него ничего не скрыть, поймите, служение в церкви – это большая честь и привилегия, потому что перед Ним оно не тщетно, может быть, люди сегодня недооценивают, может быть, люди сегодня не возблагодарят себя, но Он не такой, Он говорит, что труд твой не тщетен, и это касается всего, служение в церкви, в работе, в бизнесе, это касается всего, будь постоянен в служении, в работе, ставь себе цели на ближайшие пять лет хотя бы, будь в них постоянен, будь в них усерден, и тогда увидишь результат, хотя бы на пять лет, практика такая, практика жизни, будь в них постоянен, не будь перебежчиком с одной работы на другую, потом люди открывают работодатели твою трудовую книжку, смотрят, ты там два месяца поработал, там три месяца поработал, там один месяц поработал, извините, вы нам не подходите, а ты удивляешься, почему? Потому что ты не постоянный, постоянство дает результат, скажи аминь на это, усердие дает результат, скажи аминь на это, поэтому будь постоянным, будь усердным за все, чтобы ты не взялся в своей жизни. Второе, что губит церковь сегодня, диктаторское лидерство, это когда я главный, я лидер, диктаторское лидерство, я главный, я лидер. У меня два племянника, одному 33, другому 26. Так вот тому, кому в 26 Алексей его зовут, он работает в Москве. И в 24 года он стал директором такой очень большой компании, IT-технологий, он стал директором, исполнителем в 24 года. Так вот, мы встречались, когда ездили недавно в Тверь, встречались с ним, садились за столом, кушали, общались, и он рассказывал о своей работе, рассказывал о своих достижениях, о том, какой у него штат, там 60 человек, штат небольшой, но он есть. И он рассказывал, как он того уволил, другого уволил, это мне не понравилось, как она делает работу. И вы знаете, в его рассказе я видел такие нотки тщеславия, нотки диктатуры, потому что он говорил, что вот я хочу, чтобы делали так, как я хочу, и никак иначе. Знаете, когда человека юного ставят на высокую должность, есть соблазн идти по неправильному пути, по пути диктатуры и тщеславия. Так вот, я потом говорил ему об этом, проявляй милосердие, проявляй милосердие, я ему говорил, будь более добрым. Ну, людям, людям свойственно ошибаться. Послушай, главная цель, не рост твоего бизнеса. Оп, бизнесмены насторожились. Главная цель, это рост людей, которые идут сегодня рядом с тобой. Один миллиардер сказал такую фразу, хочешь идти быстро, иди один. Хотите идти далеко, идите вместе, идите команды в другом переводе. Стив Джобс его звали. Идите команды. Так вот, в любом деле, в служении, в бизнесе, главное это рост людей, которые стоят рядом с тобой, рост твоей команды. Вкладывай в команду. Да, это непросто, да, это эмоции надо вкладывать, силы, убеждать, учить, платить деньги за их обучение. Проще одному. Но пойми, если ты хочешь идти далеко, иди командой, вкладывайся в людей. Неважно, в служении ли это в церкви, в бизнесе ли это в твоем, на работе. Вкладывайся в людей. Человек венец творения. У нас сегодня в церкви ценность, первостепенная ценность, самая важная ценность нашей церкви, я бы сказал, это человек. Потому что ради человека Христос пришел на эту землю. Потому что ради человека Христос умер на Голговском кресте. Ради человека, ради спасения человека Он сделал это. И у нас ценность сегодня человек, то есть что она означает? Мы ценим каждого человека в нашей церкви, несмотря на его статус, несмотря на его гендерная принадлежность. Мы ценим каждого человека, материальное состояние. Потому что человек это венец Божьего творения. Скажи аминь на это. Поднимай людей и служи им. Иисус сказал в Евангелии от Марка в 9 главе. Исев призвал в 12, 35 стихе. Сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. Слугою. Скажи слугою. Бог хочет, чтобы мы, как Его последователи, служили людям. Служили людям. Вкладывались в людей. Не количество главное, а качество. Порой сегодня мы бежим за количеством. Побольше капитал. Побольше штат, побольше численность в церкви людей. Но пойми, главное не количество, а качество. Жизнь людей. Что происходит у них. Это главное. Видеть измененную жизнь человека. Лично для меня, как для пастора, самая большая радость. Видеть измененную жизнь молодежи, подрастающего поколения. Измененные жизни. Посвященные жизни Христу. Жизни, которые служат. С открытым сердцем. Да, ну вот так вот, как может, может быть, сегодня он в своем юношеском возрасте. Но он хочет служить, несмотря на свое юношество. Лично для меня это самая большая радость. Видеть измененные жизни людей. И пусть в вашей жизни будет так же. Пусть не будет этого лозунга дьявольского. Работы на результат. Работы на максимал. На максимальное количество. Идя по головам порой. Лишь бы побольше заработать. Лишь бы побольше накопить. Лишь бы расширить границы своего шатра. Пусть не будет такого отношения. К происходящему в вашей жизни. Неважно в бизнесе ли. Неважно в служении ли. Работы. На то, чтобы вкладывать по максимуму в жизнь людей. Которые рядом с тобой. Которые Бог тебе сегодня доверил. Скажите, пожалуйста. Аминь на это. Помни слова Христа. Исев призвав. 12. Евангелие от Марка 9.35. Призвал 12. И сказал. Кто хочет быть первым. Будьте всех последним. И всем слугою. Поднимите руку. Кто хочет быть сильным лидером. Кто хочет быть сильным лидером. Я хочу вам сказать. Поднявшим руку. И не поднявшим тоже. Бог хочет, чтобы вы были сильным лидером. Потому что в слове он своем сказал. Во второзаконии еще. В Ветхом Завете. Когда заключался завет со своим народом. Он сказал. Сделаю вас головою. А не хвостом. Будете на высоте. Бог этого хочет. Давайте я прочитаю. Это второзаконие. 28 глава. 13 стих. Сделает тебя головою. Скажи. Главою. А не хвостом. И будешь только на высоте. Скажи. На высоте. А не будешь внизу. Вот что хочет от тебя Бог твоей жизни. Но дальше есть условия. Если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего. Которую заповедую тебе сегодня. Хранить и исполнять. И не отступишь от них. Которую я заповедовал вам сегодня. Ни направо. Ни налево. Чтобы пойти вслед иных богов. И служить им. Культ личности или сектантское лидерство. Немного ускорюсь. Культ личности или сектантское лидерство. Что я хочу вложить в это понимание. Это когда собираешь вокруг себя тех, кто тебя потыкает. Но ты самый лучший. Порой такое происходит в жизнях людей. Верующих, неверующих. Собирают вокруг себя последователи. Мотивируют. Еще что-то делают. Но я самый лучший. Я глава. Люди вокруг тебя не дураки. Послушай. Они все видят и замечают. Люди вокруг тебя не глупые люди. Они видят все. И хорошее, и плохое. И во мне в том числе. И я знаю. И я хочу меняться. Я хочу меняться. Я хочу быть достойным примером. В жизни. В семейных ценностях. В служении. Я не хочу стоять на месте. Я хочу развиваться в этом. И пусть в твоей жизни будет так же. Итог. Библейская концепция лидерства. Это не положение диктатора. Это положение слуги. Сам Христос показал нам это в примере своем. Поэтому сегодня заботься о людях. Молись о людях. Помогаем. Мы живем сегодня в непростое время. Мы видим непростые обстоятельства. Складываются вокруг нас. Помогай людям. Сегодня важно. Не то, как ты выглядишь. Может быть. Красивая рубашка. Красивое тело. Сегодня важно людям знать. Крестноречив может быть. Поможешь ли ты им. Когда им будет трудно. Как лидер. Могут ли они к тебе обратиться. Могут ли они тебе открыть свое сердце. Поможешь ли ты им. Будь таким лидером. Будь тем, кто помогает. Будь тем, кто служит. Аминь. Давайте скажем аминь и воздадим ему славу. Аминь. 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 Продолжение следует...